Добрый день, друзья! Хочу ознакомить вас с новейшими сортами зимой пшеницы Национального центра зерна имени Павла Патеримоновича Лукьяненко, которым наша ростовская госсорткомиссия в этом году дала путевку в жизнь. После проведения испытаний и оценки посевов зимой пшеницы, их урожайности, путевку в жизнь получил сорт МИХ. Это среднепоздняя, очень зимостойкая зимая пшеница, сильная, хорошая по кукурузе на зерно, устойчивая к фузырю из околоса. Это сорт Федор, который назван в честь академика Федора Алексеевича Колесникова. Сорт очень мощный, с красивым колосом, устойчивый к болезням, рекомендован для инфекционного фона, по кукурузе на зерно хорошо допускается. В высоко увлажненных районах нашей страны он будет очень хорошо получаться. Сорт сильный, озимая пшеница. Один из новинок этого года это сорт Школа. Это полукарликовый сорт, сильная пшеница, очень зимостойкая, высокоурожайная. Я думаю, что она придет на смену таким зарекомендовавшим себя сортам, как Гром, как Таня. Она более урожайная, более скороспелая, имеет более высокий потенциал не только урожая, но и качество. Сорт Мане, новейший сорт, который тоже является полукарликовым, имеет очень интересную архитектонику. У него тонкие листья, которые позволяют солнечному свету проникать в нижние слои стеблистоя и очень высокий коэффициент фотосинтеза. Сорт очень урожайный, большой крупный колос многоцветковый, очень хорошая, сильная по качеству пшеница. Единственный момент, по кукурузе на зерно, из-за небольшой устойчивости, не очень высокоустойчивости к пузырю из околоса, запрещается размещать по этому предшественнику. Кукуруза на зерно не для этого сорта. Сорт Лево, это сорт пшеницы альтернативного образа жизни, настоящая двуручка, короткостебельный, среднепоздний, высокопродуктивный. Морзостойкость средняя, отличается высокой за сухоустойчивостью и жаростойкостью. Один из лучших сортов по устойчивости к фузариозу. Рекомендуется для посева по предшественнику кукуруза на зерно. Хотелось отметить озимую твердую пшеницу Сеньора. Это новейший сорт, довольно высокой зимостойкости, очень хорошая по урожайности. Максимальная урожайность может достигать 100 центнеров и выше. Ее особенностями являются более ранние оптимальные сроки посева. В зиму она должна уходить в 3-4 стеблях, то есть расхущенная. И в наше время зерно твердой пшеницы пользуется повышенным спросом и ценится на рынке порядка 35 рублей за килограмм. То есть это маржинальность, очень даже хорошая. Я думаю, что этот сорт ожидает большое будущее. И из группы озимых третикалей выделился сорт слон. Его укосое направление, сено-сенаж, зеленый корм, он очень высоко-морозостойкий, устойчив к полиганию, безостый. Получается очень хорошо подеградированным, подтопляемым, беструктурным почвам с низким банитетом. Он дает очень высокую массу на зеленый корм, до 700-800 центеров зеленой массы. Но после укоса на оттаве можно даже получать урожай зерна до 25-30 центеров. То есть сорт, будем надеяться, он будет востребованный, сорт озимого третикаля, и пойдет в жизнь широкой поступью. В прошлом году мы сеяли сорта Мане и Школа, они дали нам высокий урожай, более 76 центеров зектара в производственных посевах мы первый год их тестируем. Но в семенных и зреженных посевах они давали очень высокий урожай. Надеемся, что и в этом году они нас порадуют высоким урожаем и качеством.